Ребят, всем привет, меня зовут Хелена Райтман и добро пожаловать на мой канал. Если вы еще не подписаны и не стали часть нашей огромной 3 миллиона СМИ, то скорее подписывайте, потому что мы тебя ждем. Я знаю, что для многих моих подписчиков проверка парня на верность это одна из самых любимых рубрик. Ну, любите вы у меня такое. Так вот, проблема в том, что я не могла снимать такую рубрику, потому что мне нельзя переписываться там, где я раньше переписывалась. Мне можно сейчас переписываться либо ВКонтакте, либо, ну вот, в Телеграме. ВКонтакте у меня нету страницы раскрученного фейка, то есть для этого нужно накрутить подписчиков, там, лайки, комментарии, фотографии, чтобы они не выглядели, что я только вчера их добавила, ну, условно. Так что пока я этим делом занимаюсь и остается вопрос, куда же вы мне теперь будете писать заявки, да, там, на проверку парня? Я решила, что создам в Телеграме бота, в которого вы будете отправлять свои заявки, если вам нужно кого-то проверить. Вот, поэтому подписывайтесь на мой Телеграм, я на своем канале там укажу этого бота, и, в принципе, вы сможете туда ему писать, я буду видеть и потом проверять ваших мальчиков. Сегодня ко мне обратилась вот эта вот девушка, она пишет, Леночка, привет, ты еще делаешь проверки? Я хочу, чтобы ты проверила моего парня на верность. Он у меня классный, но, как говорится, доверяй, но проверяй. Его уже проверяли на верность. Я сама писала с фейка, и он прошел, то есть парень уже проходил проверку. Послал моего фейка куда подальше. Я у нее уточнила, когда ты его проверяла. Может быть, нет смысла вновь проверять. Ну, типа, если она, допустим, в прошлом месяце его проверила, он ее послал, ну, так смысл, он не тратит свое время. Но она ответила, что это было полтора года назад. За полтора года многое могло измениться. И все же, если ты можешь, я бы хотела, чтобы проверила. Ну, конечно же, я могу, но тут вот проблема, которую я вам до этого описывала. Сейчас я могу проверять только ВКонтакте или в Телеграме. В ВКонтакте у меня нет раскрученной фейковой страницы. Поэтому, если у него есть Телеграм, я проверю сегодня. Если есть только ВКонтакте, то придется подождать, когда я раскручу своего фейка. Она сказала, что у него есть Телеграм, и сегодня я буду впервые проверять парня в Телеграме. Здесь есть такие сложности, как просто какая-то левая страница пишет, да? И он, ну, как бы не может быть уверен в фейке или не фейк. То есть, это не какая-то публичная страница, в которую можно зайти, посмотреть там, не знаю, фотографии, посты, еще что-то, и убедиться, что человек настоящий. Поэтому метод, которым я сегодня буду его обходить, подходить, мне кажется, просто... Ууу! Молодец, Леночка-девочка! И я притворюсь журналисткой. Ну, точнее, не совсем журналисткой, а студенткой юрфака. Юрфак? Журфака? Журфака? Жур... Короче, студенткой, которая учится и станет, когда вырастет журналистом. Во, объясняю. Единственное, что мне нравится, я здесь могу называть парней, как хочу. Привет! Ты мне не поможешь? И, кстати, ребята, опять вроде как поговариваю, что, возможно, Ютуб закроет, и вообще, в общем, непонятная ситуация, поэтому я все-таки настоятельно рекомендую вам подписаться на мой Телеграм. Хотя бы, как минимум, там выходят дополнительные переписки. Они, правда, короткие, всего лишь минуты длятся, но... Я там пишу рандомным парням, там уже у моих подписчиков... Ё-моё, ё-моё, они уже, знаете, что сделали? Они уже пытаются свадьбу организовать. Я просто какому-то левому парню написала, им понравилось, как он отвечал, и все. Но имена детям они уже придумали, сколько детей будет, они уже решили. Деньги на свадьбу организовали, сбор. Они даже его имени не знают, но им это не мешает. Чего вы меня всем подряд-то пытаетесь сучить, я не поняла. Вот вы подумайте сами, вот если у меня появится парень, ну как я смогу там, не знаю, проверки-то снимать, клеить парней, даже по юмору. А попробуй, объясни парню, что ты его не клеишь, что просто ты, ну, типа, для видео стебешься. Ага, попробуй, объясни. Поэтому не надо больше меня женить ни на ком. Если вы хотите посмотреть эти короткие переписки, то подходите, подходите. Подписывайтесь на мой телеграм-канал. Ой, все, ответил. Привет с чем? Наша легенда в деле. Я учусь на журфаке. Я загуглила. Журфак, гугл говорит, журфак. И мне дали задание написать статью. Я выбрала статью подкаток парням. Но мне нужна реакция парня на них, чтобы лучше углубиться в тему. Ну ты такая умничка, Леночка, девочка. Как ты вообще так придумала? Вот так хорошо, молодец, должен повестись. Почему тема подкаты? Потому что я тебя, наверное, спроверяю. А как мне еще вдруг резко начать к тебе подкатывать? По делу, только по делу. Весна же, время любви, все дела. И даже тут, Леночка, девочка выкрутилась. Хорошо, помогу. Ну все, теперь мы сейчас будем гуглить подкаты к парням. Ну что, а вы думали, я сама буду себе придумывать? Да сейчас. Я не настолько прошарена еще в этой теме, мне еще учиться и учиться. Хотя уже неплохо справляюсь. Знаешь, на кого ты похож? На кого? На парня моей мечты. А, ты уже начала? Хорош, неплохо, неплохо. Ну так гуглом я умею пользоваться? Сколько будет 5 плюс 5? 11. Ну да, 11, а что? Он, видимо, дополнительный палец уже заранее считает. Весна же? Ой, 10. Ладно, не буду ничего комментировать. Я все-таки не географичка, чтобы его проверять на цифры. Да. А я плюс ты. Это уже высшая математика. Ну а то ж. Пришли мне, пожалуйста, содержимое своих карманов. Зачем? Кажется, у тебя мое сердечко. Ужас, господи. Не дай боже, довести себя до такого состояния. В реальной жизни. Хорош. А есть что более такое пикантное? Типа... Ну, сейчас сойду. Ты что, БМВ? Нет. Тогда почему так быстро заводишься? Собака скрасит мой взор на эту ситуацию. Я еще держу себя в руках, но уже на грани. Ребят, мне кажется, ли он быстро на меня ведется? Быстрее любого парня. Он какой-то скоростной. Может, тогда перерыв? А то что-то даже неинтересно. Когда жертва быстро попадает в руки, бежит тебе в руки, это неинтересно даже мне, даже для проверки. А что, получается, я что, зря красилась? Прическу, е-мое, делала. Я, кстати, заметила даже, я типа сегодня, поскольку я говорю, что я студентка журфака, да, я даже сегодня как бы, ну вот, для этого в образ вот такого я делала. Типа бомпер учебный, там еще что-то. Я типа все это зря, ты уже сразу мне готов даться. Не надо мне так быстро. Мне так неинтересно. Нам всем неинтересно. Давай. Тем более, что ты меня заинтриговала. Расскажи, чем ты еще занимаешься, кроме как подкатываешь к парням в сети. Ты бы удивился. Ну, что я делаю? Переписываюсь с халявщиком, проверяю парней на верность, вот как сейчас. По заброшкам гуляю, а что? Обожаю это дело вообще. Ни сыкуха ни разу. Заброшка, я пошла. Да много, что я делаю? Ну, тебе об этом не надо знать. Эй, это для учебы. Да-да, я так и понял. Что ты понял? Да разным занимаюсь. Лучше ты расскажи о себе. Да особо нечего. Университет закончил 8 лет назад. Сейчас работаю. А точно 8 лет? А то ты считаешь... Ну, а что он считает? 5 плюс 5 равно 11. Я бы ему не доверяла. Кем работаешь? Управляющий в ресторане. А подписчице-то повезло, если он окажется верным. На халяву пожрать можно. Я считаю, надо брать девочки. Так ты меня покормить можешь? Красивую девушку я всегда готов покормить. Красивая девушка подчина. У красивой девушки есть молодой человек? Ну, вот у меня как раз таки и нету. Так что я могу делать, что хочу. Что хочу, то я ворочу. А ты? Нет. Как это нет? А я тогда кто? Конь в пальто. Кто? Кто ты? Смотри, как я тебя обозначила. Как я тебя назвала. Прочитай. Я могу это в любой момент изменить. Только поведись на меня, я изменю название твое. Парень, с которым я только что познакомилась. Мне надо его тормозить. Мне кажется, у него тестостерон просто зашкаливает. Все впереди. Ты права. Да я... Слушайте. Сколько у нас было проверок? Кто-то считал вообще? Ни один парень настолько быстро на меня не велся. Он с первых сообщений просто начал на меня вестись. Никакой интриги. Я даже сейчас в голове представляю себе уже, как я намонтировала это видео, как это выходит. И вы таки с первых секунд... Так. Ну что, Лен, он как бы все уже готов. Мне даже это неинтересно уже. Но мы продолжаем, потому что нужно конкретную фазу измены засечь, чтобы отправить это подписчице. Что впереди? Не люблю, когда девушка стесняется. А я не люблю, когда парень сразу мне дается в руки. Ты мне нравилась за свою раскованность. Но это ведь моя работа! Хорошо. Присаживайся. Куда присаживаться? Я имею в виду на стул. Но ты можешь сесть туда, куда хочешь. Я хочу сесть в машину времени, отмотать назад и не связываться с тобой. Я на стул. Хорошо. Какое у тебя ко мне дело? Повышение хочешь? Ты что, ку-ку? Какое повышение? Какое дело? Ты... Не свистеть не умею. Ш-ш-ш-ш. Ш-ш-ш. Для этого момента нужно свистнуть. Ш-ш-ш. Ш-ш-ш-ш. Секундочку. Ш-ш-ш. 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 Ш-ш. Вот так вот. Ладушки, ладушки, подыграем. Хочу. Ты же понимаешь, что для повышения надо хорошо поработать? Куда я попала? Понимаю. Так скажи мне, ты готова работать? Слышишь, мистер Грей недоделанный. А что мы делаем? Вот прямо сейчас конкретно, что мы делаем? Можете мне объяснить? Я не понимаю. Не отвлекайся. Или мне придется тебя сократить. Окей. Помолчу. Я хочу, чтобы ты носила новую форму. Какую форму? Носи что-то более короткое. И расстегни вверх. Мне кажется, тут стало жарко. Да ты что? У меня дубак. Я не поняла. Кто кого клеит? Ё-моё. Ты вообще неинтересный человек. Из-за тебя. Мои подписчики уже все. Уже отключили видео. Уже такие ангф. Ну понятно. Ждите. Если он реально изменит, то мы же в конце мстим обычно. Вот это мстим. Давайте ему аккуратно в режиме его игры напомним, что у него есть девушка. А как же ваша жена? Ну я не пишу девушку, потому что палевно слишком будет. Если она все узнает. У меня никого нет. Никто не узнает. Да и что ты? А у тебя точно нет никого? Может все-таки вспомнишь? Ты разговариваешь со своим начальником на ты? Извините. Ёпта. На колени. Оп. Мне надо отойти. До взрыва моего пукана мне оставалось вот столечко. Вот столечко. На колени? Да ты, ты сейчас, я тебя сама поставлю. Ой, ой. Судя по всему, проверка не пройдет. И вот за такое я тебе сам буду стоять у меня на коленях. Понял? Бесишь. Я просто вот этот смайлик ему отправлю. Ой, стикер. Прости прощения с колен. Я не вывезу этот диалог. Мне кажется, пора заканчивать. Мне кажется, пора это заканчивать. Я, конечно, терпелива, но не настолько. Погоди мне, немного осталось. Вы поняли? Кто понял? Что ему там осталось? Тот понял. Фу. Ну, чувак. Вот такое я не прощаю. Вот за такое тебя ждет такая кара. Такая месть. Я, блин... Я все самое темное из себя вытащу и тебе отомщу. Че? Да чего? Стой на коленях. Слышишь? Ты, Вася. В каком ресторане ты работаешь? Обломщица. О, нет. Назови мне свой ресторан. Как только ты это сделаешь, ты пожалеешь об этом. Нет. Просто подумала, что было бы лучше, если бы я к тебе заехала в ресторан. После работы. Да, так лучше будет. Я закончу в 21. Хорошо. Но потом я еще закончу раз. Ой. Сори. А может мы друг другу не понравимся? Ты мне уже нравишься. А ты мне уже давно не нравишься. Так значит после работы к тебе? Лучше сразу к тебе. А че? Боишься, что твоя девушка дома будет и меня увидит? А почему сразу ко мне? Не уверен, что после всего у тебя будут силы добраться домой. Слушай, ты арагутанг недоделанный. Ты че я себя еще возомнила? А ты, блин, Вася. Давайте напишем подписчице. Я считаю, что факт измены, он уже, блин, он есть. Во-первых, то, что он делал, вот эти ролки его. Во-вторых, он сказал, что у него нет никакой девушки. В-третьих, сегодня он меня в 9 часов ждет у своего ресторана. И говорит, что ходить не буду. Ты не будешь, я тебе все ноги перел... Короче, давайте писать подписчице. Это я. Ага, получилось проверить? Получилось. Еще как получилось. Прошел проверку? Да он ее со скоростью света не прошел. Нет. Более того, это первый парень, который повелся на меня с первых минут. У нас так еще реально такого не было, согласитесь. Обычно приходилось их как-то разговаривать с ними, еще что-то, ну типа подкатывать. А этот просто с первого хода, на, держи я весь твой. Что? Мне неприятно это говорить, но он не то, чтобы повелся. Он уже начал какой-то вирт делать. В смысле? Это как? Я написала ему, якобы я журналист. Пишу статьи по подкатам к парням. В принципе, подкаты были более-менее безобидные. Ну, вы согласитесь, сначала было вообще безобидное. Но он стал просить более пикантные. После чего он стал изображать из себя моего босса. Сейчас он пишет, чтобы я приехала к нему в ресторан И что после встречи с ним Я даже ходить не смогу Хотя ходить не сможет он Без ног ходить трудно Это мой Паша тебе написал? А что? А да, знаете, имя Фикуса Паша Знаете, знаете Да, он в этом плане человек очень скромный У нас с ним в этом плане мысли схожи Он скромный Ха Мы такое не одобряем Мне что-то не верится Может он просто тебе подыгрывал Потому что скромным он никак не кажется Я переслала ей парочку сообщений Потому что в основном она все увидит сама Такие сообщения прислала как Не люблю, когда девушки стесняются Она же писала то, что якобы он человек скромный Угу, скромный Ты мне понравилась за свою раскованность Хорошо присаживайся Я имел ввиду на стул Но ты можешь сесть куда угодно Ты же понимаешь, что для повышения тебе надо хорошо поработать Ну и короче все в этом духе И последнее Не уверена, что после всего у тебя будет сила добраться домой Вот такой вот он скромный человек Порядочный самое главное Что мне теперь делать? Мстить, 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 мстить Месть, 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 месть Решать только тебе Месть, месть, месть Нужны тебе такие отношения? Месть, месть, месть Ты говоришь, он сразу повелся? Сразу, в эту же секунду, как только я ему написала Сразу? Обычно мне приходится разговаривать с парней Но тут не пришлось Он тут сразу на все готовенькое Я не хочу с ним быть Правильное решение в смысле Да, в смысле правильное решение Да Значит, я предложу тебе выбор Отомстить или простить? Месть, 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 месть Отомстить И очень жестко Как только ты сможешь А я смогу Чувак, блин, сделал со мной Извините меня Фу, сделал он Поэтому такое себе еще никто не позволял Так что я сделаю так Что он очень сильно пожалеет Но вы потом опять скажете Лена, что за месть Такие у тебя жесткие Слишком Поэтому я умная Я снимаю с себя ответственность полностью Все, что будет происходить вместе Я тут ни при чем Я уже придумала месть Что за волосинков? Иди отсюда А то я тебе отомщу Какую? Но я ее выполню только под твою ответственность Потому что я не знаю его Его ситуацию и так далее То есть я за это И за последствия ответственности не беру Как ты решишь? Все Сейчас Если она одобрит мою месть А я ей скажу, какая месть будет То решила все она Ответственность исключительно на ней Что же ты такое придумала? Я могу сделать так, что его уволят с работы Ты знаешь, где он работает? Да, он же управлящий В ресторане И название ресторана он не назвал Да Он сказал, что он управляющий в ресторане И назвал каком? Да, он очень любит свою работу И очень долго пытался попасть именно в этот ресторан Не попадет больше Помни, что я не несу за это ответственности Решение принимаешь ты Он это заслужил Сделать так, чтобы его уволили Просто без проблем Изи Вы меня спросите Лена Ну что ты, типа Как ты сделаешь так, что его уволят? Да запросто Все, что мне сейчас остается Это просто найти тот самый ресторан И написать им Так что прямо сейчас я этим и займусь Встретимся с вами, когда я текст накатаю А то мне надо подумать Как правильно сформулировать свою мысль Чтобы они его точно уволили Я написала огромный текст В этот самый ресторан Сейчас я вам его прочитаю А потом прокомментирую Чтобы вы ничего не подумали себе Здравствуйте, меня зовут Елена Райтман Я видеоблогер У меня на канале более 3 миллионов подписчиков Я не выпейдливаюсь Я вам потом все расскажу Одна из моих рубрик на канале Это проверка парня на верность У вас в ресторане есть управляющий Павел Моя подписчица обратилась за проверкой Павла на верность Проверку Павел не прошел Еще как не прошел Я понимаю, что к вам это отношение никакого не имеет Однако у меня есть к вам предложение Это видео наберет несколько тысяч просмотров В видео он сказал название вашего ресторана Если я его не замажу И покажу видео То вероятнее всего Мои подписчики найдут ваш ресторан в социальных сетях И закидают вас разными комментариями В том числе о Павле Но если вы пойдете мне навстречу И уволите его То я замажу название вашего ресторана И никаких комментариев не будет Дело не только в комментариях Но и в рейтинге ресторана Комментарий вы можете закрыть или удалить А вот рейтинг в Яндекс или Гугл Нет Это не угроза Своих подписчиков я в любом случае не буду призывать к этому Я просто знаю, что они это сделают По своему желанию Подумайте и сообщите о своем решении Выбор будет за рестораном Я вас не призываю писать комментарии Оставлять рейтинг этому ресторану Не призываю ни в коем случае Я не угрожаю ни в коем случае ресторану Просто я им предлагаю, что ваше название Может не светиться Видео вот с таким вот человеком, как он Просто если вам не хотелось бы тут светиться Я замажу Прямо сейчас я буду ждать ответ от ресторана Но если вы смотрели видео И если название ресторана было замазано на монтаже То вероятнее всего они согласились Сейчас проверю Нет, ресторан еще не ответил Будем ждать ответ от ресторана И потом я вам все покажу Ресторан мне в итоге ответил Они написали Здравствуйте Спасибо за обращение Я передам информацию начальству После того, как я написала ресторану Он же типа меня ждал Встречи со мной Я решила подогреть его интерес Пишу Куда пропал? Я скучаю Сегодня увидимся У тебя там рядом есть парк? Аллея или что-то еще? В парк хочешь? Парк через дорогу Тогда давай встретимся там Это типа мини-месть На случай, если вдруг его не уволят И вот, значит, его рабочий день подходит к концу И он мне пишет Ты где? Я в парке Я тоже Я тебя не вижу, ты где? Давай на входе встретимся А где именно вход? Тут вроде несколько Блин, у меня телефон садится Тут один вход Иди туда Я уже не могу, как хочу тебя видеть Я уже не могу, как хочу без делать И в итоге я его начала игнорить Он там, конечно, писал Ты где, бла-бла-бла Но я даже не смотрела и не отвечала Проходит день Я вновь пишу ресторану Здравствуйте, прошел день Есть ответ Здравствуйте Мы обсудили с коллегами И, по правде говоря, нам не хотелось бы участвовать в этом деле Мы не хотим, чтобы наш ресторан был видео Я пишу, так значит, вы согласны его уволить? Мы решили, что он не справляется с обязанностями управляющего На его место возьмут другого человека Ну, короче говоря, они не прямо мне сказали, что Да, мы идем на ваши условия Но в итоге Они согласились его уволить Я написала спасибо После того, как ресторан пошел мне на встречу Я решила вновь написать этому изменщику Ну, привет Да уж Я тебя вчера три часа прожилал в парке На сообщения не отвечала Номер не оставила Что за выходка? Прости Я была занята Чем? Я разговаривала с твоим руководством В смысле? Договаривала, чтобы они тебя уволили Ха! А что ты смеешься? Они согласились это сделать С какого? Да так Я сказала им, что блогер Что три миллиона подписчиков Что снимала проверку на верность Что название их ресторана может засветиться видео А может и не засветиться, если они тебя уволят Они решили, что ты этого не стоишь Если это не бред И меня из-за тебя уволят То я найду тебя и Я не могу это слово назвать Тебе глаза Ну, в рифму сами поняли, что А потом все остальное Очень боюсь Я еще могу твоим коллегам Ну, уже бывшим И друзьям скинуть это видео Где ты себя босса изображаешь Вот они поржут Я ждала продолжения срача Но, смотрите Абонент был недавно И хоп Абонент был очень давно Он меня заблокировал Ну, как обычно Леночка-девочка в конце Ни в чем не виновата Потому что она сейчас ничего не сделала Вот А я благодарю за просмотр Обязательно подписывайтесь на мой телеграм Смотрите Короткие переписки Они все равно смешные Несмотря на то, что длятся всего минуту Также я создам бота В которого вы сможете писать Свои обращения По проверке парня И все будет огурчик Не знаю, при чем это огурчик Ладно, наверное, жрать хочу Все, спасибо Я вас люблю Целую, внимаю Пока